Музыка Пока что мы учимся в начальной школе, и многие предметы, например, биологии, не входят в нашу программу. Но все-таки основу этой науки мы начнем изучать прямо сейчас. Музыка Биология – это предмет такой серьезный, сложный. Нужно, конечно, вырасти, много всего узнать о химии, о физике, об окружающем мире, и тогда изучать биологию. Но вы же с самого начала рождаетесь живыми людьми. Вы с самого начала начинаете ходить, есть, думать, совершать какие-то полезные для себя действия, или, наоборот, вредные для себя действия. И вы начинаете это делать гораздо раньше, чем начинаете изучать биологию. Очень важно понять, как мы с вами существуем, как это все устроено, почему это работает именно так, а не иначе, что для нас вредно, что для нас полезно. Не потому что мама так говорит, а именно почему. Вот нельзя курить, почему нельзя курить, вот почему нельзя курить. А если понять, как у нас происходит дыхание наше, то тогда становится абсолютно ясно, что такое курение и почему курить нельзя. Сейчас мы покажем, как разлетаются бактерии при кашле. Вот это бактерия. Запускаем! В этом музее представлены экспонаты, которые помогают всем-всем-всем понять, как устроен человек и вообще все живое вокруг нас. Как устроены, например, птеродактили. Или могут ли существовать русалки. Мы решили, что надо сделать такую игру, чтобы наши дети могли играть и параллельно все это узнавать. Все знают, как хорошо репетник цепляется к одежде. На основе этого принципа Жорж Демистраль в 1941 году придумал липучки. А тут есть такие знания, которые нам пригодятся в школе. Безусловно, но главное здесь есть огромное количество знаний, которые вам пригодятся в жизни. Например, вот ты как считаешь, чем больше у человека мозг, тем он умнее? Нет. Точно, потому что, например, мы знаем, что есть известный ученый Эйнштейн, который вообще изменил сознание всех ученых. У него, оказывается, был очень маленький мозг. А у писателя Тургенева у него был, наоборот, огромный мозг на грани уже болезни. Вот интересно, что люди с таким разным объемом мозга, тем не менее, изгодимый такой след оставили в истории всего человечества. Способность видеть двумя глазами называется бинокулярное зрение. Когда мы смотрим только одним глазом, мы не можем оценить точное расстояние до предмета. Например, вот на этом экспонате нужно выровнять столбики, глядя только одним глазом. Не получается. Здесь можно понять, что чувствует ребенок, когда находится в животе у мамы. Говорят, длина кишечника у человека 8 метров. Сейчас я это проверю. Мы здесь живем, потом мы проталкиваем пищу в пищевод, потом она попадает в желудок, там переваривается, потом попадает в кишечник, по нему двигается, тоже все время переваривается, переваривается, переваривается. И в процессе этого переваривания мы расщепляем белки. Белки мы расщепляем, чтобы у нас появились такие строительные кирпичики, из которых мы будем строить наше тело. И вот мы сейчас можем с помощью фермента, вот этот фермент, представьте себе, расщепить вот такую молекулу белка. Давайте, и... Субтитры подогнал «Симон»! Оказывается, как интересно изучать законы биологии, анатомии и психологии. Как устроены живые системы, узнали Мария Киселева и Маша Павлович.